МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да, и мы представляем нашего гостя. У нас сегодня в студии Дмитрий Сергеев, генеральный директор строительной фирмы «Маяковская», депутат Законодательного собрания Кировской области. Дмитрий, добрый день. Добрый день. Ожидаем, что в студию в ближайшее время должен войти Денис Крутихин, председатель совета директоров компании «Кировский ССК». И вообще мы сегодня хотим поговорить с девелоперами и разобрать тезис, который нам представил Илья Залевухин, генеральный директор «Яуза-проект», вице-президент Союза московских архитекторов, член правления Союза архитекторов России на первом кировском урбанистическом форуме в прошлый вторник. Илья выйдет с нами на связь, я надеюсь, в середине часа. Он будет и есть, и он в Москве, для того чтобы пояснить, что он увидел в Кирове, как он свой тезис может интерпретировать в отношении Кирова, но мы должны сказать, о чем, собственно, речь идет. Я буду говорить, да, Володя, как человек, который был на форуме? Ну, безусловно, да. Хотя все присутствующие... Про форум мы еще долго будем говорить. Да, все присутствующие ознакомились с материалами, на основании которых мы сегодня делаем программу. А вот что говорил Илья Залевухин. Он говорил, что развивать город нужно, и не нужно бояться развивать путем точной застройки. И он говорил о том, что в первую очередь нужно максимально развивать центр города, а уже потом браться за застройку окраин. Развитие инфраструктуры чаще всего не успевает за ростом городов, и поэтому новые районы остаются без хорошего транспортного обеспечения, детсадов и поликлиник. А когда мы в центре города сделаем все, когда у нас все системы будут приведены в порядок, тогда можно думать о расширении. Собственно говоря, на сайте Кировского урбанистического форума выступление Лизы Залевухина есть в разделе видео. Есть его презентация, очень подробная. И все, кто будет нас слушать, потом будет нас комментировать. И если не были на урбанистическом форуме, прежде всего прошу ознакомиться с этим материалом, чтобы быть в курсе, потому что мы любим так с горяча, с плеча прокомментировать, не разобравшись в вопросе, о чем идет речь. Но, тем не менее, сегодня в течение двух часов мы-то попытаемся как раз здесь со строителями, с лидерами нашего строительного рынка в этом разобраться. Во втором части будем подключать компанию «Железно», которая тоже имеет свою точку зрения, естественно, на этот вопрос. Ну и представьте себе, что вот приходит человек, который очень известен на стране, он работает и с международными тоже архитектурными агентствами. И вдруг он нам говорит, нам, которые десятилетия сражались за то, чтобы наложить как можно больше запретов на строительство в центре города, особенно в историческом поселении, на границе которого у нас определены, и там очень жесткие сейчас правила застройки, и говорит, что, ребята, у нас центры-то не освоены, у нас инфраструктура даже в центре, она еще не вся сделана, хотя здесь больше всего возможностей. И у нас очень много и земельных участков, и зданий, которые сейчас есть, они требуют развития, достройки, застройки, развития коммуникаций, а мы идем все вширь. Мы вот такой экспансивный у нас путь развития, мы строим большие микрорайоны по окраинам, куда потом с трудом десятилетиями также прокладываются коммуникации, где не возникает поликлиника, не возникает школа, не возникает вообще центров социальной жизни, и в перспективе, кстати, не он один говорил про эти вот окраинные микрорайоны, и в перспективе эти микрорайоны будут становиться такими, но утрированно говоря, гетто, потому что нет социальной инфраструктуры, люди по-прежнему на автомобилях будут ездить в центр, потому что там все, мы имеем весь комплекс проблем. Пробки, мы имеем жалобы, не обеспеченность людей... Моральная, психологическая. И так далее. Тезисов много. Вот очень подробно наши коллеги с портала 7 на 7 разобрали тезисы Элизы Левухина, что не так с городами России, вот как раз такой материал, и мы как раз по ним пройдемся. Начнем с самой, наверное, такой экстраординарной идеей, которую услышали в том числе и чиновники на урбанистическом форуме, что центр нужно достраивать, так скажем, уплотнять, возможно, максимально использовать его возможности, извините за тавтологию. Что вы, Дмитрий, услышали, когда вот... Вы не были на самом форуме, но слышали, видео смотрели, презентацию Азали Левухина посмотрели, компания «Маяковская» строит в центре, мы об этом говорим. Что вы для себя вынесли из вот этого выступления? Ну, наверное, я еще раз подтвердил те умозаключения, те мысли, которые есть у меня, о том, что город должен развиваться и в ширь, и в качественном направлении тоже, да, то есть вот одно из этих, скажем, моих умозаключений, да, то есть как раз спикер и подтвердил это то, что на центр города не может быть наложено табу, когда он не изменяется, ни при каких условиях и никаких претерпений не происходит в нем, да, то есть город как живой организм, в нем все равно что-то умирает, что-то должно отжить свой век и уйти, а на его месте должно появиться что-то новое. Как это должно происходить? Вот здесь вопрос, наверное, основной, и здесь вопрос как раз именно о взаимодействии и власти, и бизнеса, и общества, и специалистов. Как это должно происходить? Какие-то установить общие критерии, понятные для всех, что можно, что нельзя. Почему, может быть, вопрос точечной застройки вызывает такой, может быть, протест? И вообще само выражение точечная застройка имеет негативную коннотацию, да. Почему? Потому что мы акцентируем свое внимание на каких-то неудачных примерах, которые у нас в городе возникли, и не только у нас в городе, то есть они повсеместно возникли, да, но опять же они возникали в рамках тех дозволенных правил, которые существовали, которые были установлены. То есть если эти правила сейчас, например, по исторической части города, и там же не запретили застройку, но там ее более ужесточили, да, то есть правила игры более жесткие, более понятные. Более понятные, и поэтому вот в этом направлении я считаю, что как раз город и должен развиваться, это установить более понятное правило для бизнеса, для общества, да, что можно, что нельзя. И тогда город сам по себе будет изживать то, что ему не нужно, и на его месте будет появляться то, что люди хотели бы здесь видеть. Ну простите, я правильно понимаю то, что то, о чем говорил господин Залевухин, вот комплексное развитие центра города, да, и точная застройка, это вот, это только лишь один маленький аспект этого комплексного развития. Нельзя сравнивать. Сама застройка, это только один аспект развития центра. Да, 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 да. Я правильно понимаю? Я правильно понимаю? Да, то есть это доуплотнение, то есть это возникновение новых объектов в центральной части города, но это не говорит о том, что весь город не претерпевает изменений, да, то есть это не только строительство живых домов, да, то есть что мы поднимаем под словом точная застройка, Но это инфраструктурные объекты, которые тоже могут возникать в городе. Это объекты отдыха, то есть это скверы, сады, которые тоже должны здесь возникать, которые должны из, опять же, освободившихся земельных участков создаваться. И сразу вопрос. А как при точечной застройке, в том виде, в котором мы видим ее в последние годы, в областном центре, как там еще инфраструктуру-то по всем при этом развивать? Довольно это ограниченные какие-то участки земельные. А что ты имеешь в виду инфраструктуры? Нет, те же парковки. Мы привыкли, как тут свечка возникает, а где парковку под нее строить? Где детскую площадку? Я бы смотрел даже шире. То есть последний пример, когда нашли в центре города площадку под школу полноценную. Мы сейчас имеем Луковицкий обраг у старого моста. То есть если бы есть такая задача, если бы есть такая цель, то пути решения можно искать. Причем не обязательно строительство нового. Может быть реконструкции и пристроев. То есть там, скажем, больше возможностей появляется. То есть не уходить только в создание нового, но и смотреть то, что мы на сегодняшний момент имеем. Что у нас сейчас представляет из себя центр города и что мы имеем в виду, когда говорим про центр? Ведь, насколько я себе представляю, историческое поселение – это не весь центр. Он сейчас гораздо шире. В моем понимании, да. А как строители понимают себе центр города? Где эти границы? До Октябрьского проспекта? Я бы даже шире рассмотрел. Шире? Да. То есть это уже, наверное, до Молокозавода примерно. Может быть, даже чуть дальше Молокозавода. То есть вот Хлебозаводской проезд, улица Попова. Да, примерно. Да. До Люльченко. До Люльченко. Что с участками на этой большой, достаточно обширной городской территории? Что из себя представляет вот эта карта? Это муниципальная земля, федеральная земля и много ли там уже застолбленных строителями участков? Большинство земли здесь все-таки под многоквартирными домами и под иными объектами уже существующей застройки. То есть большая часть. Есть большая часть территории, которая находится под промпредприятиями. Действующими или уже не? И действующими, и находящимися, скажем так, в предобморочном состоянии. Промзоны. Различные предприятия. То есть, ну, скажем, тот же Молокозавод – это хорошо работающее предприятие. И рядышком есть... А вот чуть не уже спуститься туда, да, к железной дороге. Хлебозавод. Рядышком это соседи практически хлебозавод, который на сегодняшний момент практически не существует уже. И здание под офисный центр переведено. Хлебозаводская улица, где как раз вы вот сейчас начали строительство. Страшненько выглядит хлебозаводская. Страшненько? Страшненько. Страшненько. Давайте на примере хлебозаводского проезда. Это проезд же, да, называется? Да-да-да. Или хлебозаводский проезд? Хлебозаводской переулок. Переулок. Ну, неважно. Короче, хлебозаводской. Все знают. Между Воровской и Московской. Который соединяет Воровской и Московской. Вот можно на примере разобрать. Действительно, есть молочный комбинат, который функционирует, очень хорошо работает, налоги платит. Мало того, территория у него приличная. Он в город вписан, этот комбинат. Дидер по благоустройству там все время колпасы участвует. Вписан. Дальше мы, если движемся по этой улице, чего так мы там не видим? Шиномонтажи, гаражи. Какие-то промышленные объекты. Промышленные объекты с пустыми окнами мы там видим, да? Ну да, какие-то цеха какие-то, что-то там делают. Мы видим цеха, мы видим заборы, мы видим парковки санкционированные и несанкционированные. Заброшенные участки. Заброшенные участки. С противоположной стороны мы видим хладокомбинат, который пытается как-то раскрасить себя тоже немножечко там, да, что-то старается. И мы видим въезд в большой торговый центр Джамол, который я до сих пор не могу понять, почему даже парковки не может привести в порядок. Сплошные ямы там, а не парковки. Там торговый центр мебель, за ними тоже какие-то гаражи, надстройки, достройки, мотели. И чуть-чуть жилой застройки. Этот самый центр города вообще-то, если говорить. Мало того, это улица, которая соединяет две крупнейших магистрали городских. Улицу Воровского и улицу Московской. И она никак не разработана. То есть там весь комплекс. Дорога, непонятные разбитые тротуары и вот весь хлам по баллу. И большая промзона. И большая промзона. Дорогу там сделали. Хлебзаводской, я имею в виду. Ну, это если мы будем говорить, что асфальтовое покрытие это дорога, то тогда да. А если мы будем говорить о дороге и о дорожной системе, какой она должна быть, с правильными бордюрами, стоками, ливневкой, я имею в виду, тротуарами, прилегающей мазелине и так далее. С регулировкой дорожного движения грамотной. Переходов тоже нет пешеходных. Ничего там вот этого нет. Недостаточно. Недостаточно. Нормально. Вот смотрите. То есть этот участок, очевидно, не разработан. Но это центр города. Вот компания Маяковская обратила внимание на этот участок. И там собирается строить. Не так. Только этот участок выставила администрация города Кирова на аукцион по праву строенных территорий. Это где конкретно? Это хлебозаводской. Хлебозаводской. Московская. Московская хлебозаводская. Самый угол Московская хлебозаводская. Там находятся четыре деревянных жилых дома. То есть вот, к сожалению... Которые горели? Нет, которые горели, это пятый дом. Это пятый, не ваш. Нет, там есть собственник. Это здание уже не жилое дома. Но там сейчас такая достаточно захламленная территория. Там заброшенный земельный участок. То есть он зарос зелеными насаждениями, таком хаотичным. И четыре жилых дома, которые в том числе есть и аварийные. Вот сейчас мы прорвемся на полминуты. И еще поспрашиваем Дмитрию Сергееву, генерального директора строительной фирмы «Маяковская». Как этот участок вы рассматриваете в развитии? Что там плюсы для, например, девелоперов? И мы, конечно, для людей тоже, для горожан рассмотрим, какие могут быть плюсы и какие минусы и трудности, в том числе, связаны, например, и с традиционной деятельностью, например, города властей по обеспечению инфраструктурой, с обеспечением социальной инфраструктуры будущих жильцов и прочее. Вот рассмотрим прямо на примере. Урбан. Программа о городских проектах. Это программа «Урбан. Перспективы развития Кирова. Уплотняющая застройка центра или расширение границ города». Мнение девелоперов мы сегодня выслушиваем. Собственно, для чего и кому нужен компактный и развитый центр. Действительно, возможно, насколько у нас компактен центр города и развит на самом деле. У нас в студии Дмитрий Сергеев, генеральный директор строительной фирмы «Маяковская», депутат Законодательного собрания Кировской области. И мы решили пойти по пути разбора конкретных примеров в центре города. Вот разбираем улицу Хлебозаводская, где компания «Маяковская» будет строить жилые дома. Прямо на перекрестке улицы Московской и Хлебозаводского со стороны Джиммола, так скажем. Не со стороны железной дороги, а со стороны Джиммола. С южной стороны. Да. И мы хотим разобрать плюсы и минусы конкретной локации со всех точек зрения. И с точки зрения возможностей, которые предоставляет город. И с точки зрения локации и обеспеченности социальной инфраструктурой и инженерной инфраструктурой. Со всех сторон. Потому что вот на конкретном примере можно выявить то, что предоставляет сейчас центр девелоперу и будущим жильцам, например. И что город-то имеется. Вот смотрите. Там, значит, четыре дома, которые надо расселять, я это понимаю. Его надо расселять. Сколько там жильцов надо расселять? Ну, примерно хотя бы там. Не точно. Ну, каждый дом примерно от 8 до 12 квартир. То есть... Старые дома барачного типа. Такие они там стоят. Ну, не совсем не барачного. То есть это дома 50-х годов уже постройки с отдельными квартирами. То есть это примерно больше 40 квартир. Когда город... А не в программе расселения? Нет. Программа расселения не только включает в себя бюджетные денежные средства, но и в том числе развитие застроенных территорий, когда деньги небюджетные идут. То есть раз дом аварийный, то есть он где-то должен числиться, но вот то, что на него федеральные деньги выделяются, нет. На эти дома деньги федеральные не выделяются. Вы сами будете расселять? Мы уже расселяем. Вы, компания-застройщик, расселяет и обеспечивает, как бы согласно законодательству, людей новыми квартирными деньгами. Что вы планируете там построить? Эскизный проект пока мне не предоставлен. Проектная организация договора на проектирование на эскизный уже заключен. Но мы видим многоэтажку, то есть 9-14 этажей, 1-2 дома. То есть мы все-таки, когда будем посадку дома уже привязывать, тогда будем определяться по количеству, сколько это будет подъездов, какие этажные дома. То есть там еще и с уклоном рельеф интересный, поэтому в стадии проработки. А общая площадь какова там? Там больше гектара земли. Больше гектара земли. И вот когда администрация выставляла этот участок на торги, вы, естественно, оценивали все риски и всю будущую выгоду для вашей компании. Что было в зоне рисков? Самый основной риск это промышленные зоны, которые находятся здесь рядом, и санитарные зоны, которые накладываются на этот земельный участок. А промышленная зона это все, включая железную дорогу и все застройки, постройки, которые там были? Напротив еще находится авторемонтное предприятие, которое тоже накладывает свою зону. Пришлось проводить комплекс исследований мероприятий и уменьшить эту санитарную зону от предприятий. Причем она комплексная, то есть не от одного, а от нескольких предприятий. Даже пришлось, начиная с того, что выявлять, а кто же здесь накладывает свою санитарную зону. А с геологической точки зрения? С этим проблем вообще здесь никаких. Это техническая часть, которая решается при проектировании. Когда выявляли промышленную зону, наверняка как раз стало понятным, что за предприятия там работают, и работают ли они, или числятся как предприятия. И некоторые из них, как вы сказали, умирающие, или вообще уже умерли. То есть это стоят корпуса, и там ничего нет. Но санитарную зону они, то есть территорию они за собой сохраняют, и на которую, скажем, есть ограничения по ее использованию. Вот. Это самый большой минус был. И еще какие риски? Причем не только здесь. То есть вот этот вопрос, он вообще в городских, скажем, кварталах, он актуален от действующих предприятий. Причем предприятия, может быть, изменили свою технологию. Давно изменились, может быть, даже вид деятельности предприятия. А санитарная зона, они какими были, такие остались. Потому что надо вспомнить, что Киров-то, собственно говоря, во время войны и после войны развивался как промышленный город. Ну, это была окраина города, то есть промышленные предприятия здесь возникли. На тот момент, да. То есть огромное количество земель с непонятными промышленными объектами, которые несут за собой вот эти вот границы с промышленной зоной. И это влияет в том числе и на жилую застройку. Еще какие были риски? Ну, естественно, всегда риск — это живые люди. То есть расселение не всегда проходит сложно. То есть есть люди, которые не согласны с действующими нормами законодательства. То есть люди всегда... Это у нас не первый договор. Да, и вот я здесь могу тоже сказать, что каждый раз кто-то приходит и говорит, дай мне квартиру побольше, я соседу не скажу. Да, то есть, ну, вот это подходит людей. То есть вот, по сути дела, я их понимаю. То есть у людей, наверное, последняя возможность улучшить свои жилищные условия. Поэтому они всячески понимают, что то, что положено по закону, они получат. Но, а вдруг у застройщика сдадут нервы и даст что-то побольше. А по закону квадрат в квадрат дается, да? Квадрат в квадрат, либо для собственника это выкуп рыночной стоимости. Как альтернатива, это, опять же, предоставление жилого помещения. Что кроме жилых домов на этой территории? Какие еще элементы, инфраструктуры? На сегодняшний момент там больше ничего нет. Не-не-не, вы планируете? Мы планируем. Нет, погоди, Володь, подожди. Или нет, поскакали? Давай еще подожди. Слишком резко? Слишком резко? Скачи, да. По рискам еще одно. Вот эти люди, которые там живут. Дальше. Один или два многоэтажных дома. Есть ли на этой территории ограничения поэтажности или нет в городе по правилам? По тем правилам, которые есть, то есть это до 17 этажей? До 17 этажей в этом конкретном месте можно строить. И дальше, наверняка же, вы рассматриваете. Вот мы с вами много раз об этом говорили. Вот сдано один-два дома многоэтажных. По улице Московской с другой стороны в течение последних 15-20 лет строились многоэтажки. И не построено ни одного детского сада и ни одной школы. Нет там ничего этого. Вы тоже ведь на это смотрите? Как будут обеспечены жильцы? Социальными вот этими благами? Значит, вот этот расчет должна делать администрация, она его делает. И у нас в конкурс были приписаны условия. Это создание частных детских садов на первых этажах. Так. То, о чем мы неоднократно говорили уже в предыдущих передачах. Нет, смотри, какая история. Вот мы когда про Крин говорили, да, вот моей Коской, тут же, когда это было полтора года назад здесь в этой студии, вы еще потом железно договорились, как бы и больше мест в детском саду на Крине обеспечиваете. А здесь город, говорит, сделайте то же самое. Да. Сделайте то же самое. Но это под частный детский садик. В задании написано частный. Частный? Насколько мест? Они говорят, что там... Это расчетная величина. Я сейчас просто не боюсь об ошибиться, но это несколько десятков детей должно в него ходить. Вот, уже город это задание. То есть, если на Крине вы сами это закладывали, предлагали... Нет, тоже город. Тоже город был, да? То есть, здесь тоже город, говорит, давайте нам как бы встроенный детский садик. А значит, детский садик тоже должен быть обеспечен, быть какой-то правильной дворовой территорией, чтобы детям надо гулять. Вот здесь у нас есть действующие нормативы, которые разрешают для такого рода встроенных детских садов использовать ту дворовую территорию, которая есть у многоквартирного дома. Общую территорию. Да, но это, скажем, как вариант использования. Можно и предусмотреть индивидуально, но это уже вопрос будет решаться при проектировании. То есть, вот детский садик. А школы, еще раз, как не было здесь вот по улице Московская очень долгое время, так ее и нет. Ближайшая школа, которая у нас есть, это в районе 2-го Кирова, причем, если мы берем, опять же, нормативы... И это не очень близко, я вам скажу. Если мы берем действующие нормативы, то мы до нее дотягиваемся. Вы дотягиваетесь, конечно... То есть, опять же, нельзя в каждом дворе создать школу. Это тоже мы понимаем. Я согласна. Я сейчас не прошу вас построить школу. Нет, нет, чтобы вы понимали. Мы разбираем город. Мы разбираем город. Я эту школу знаю. Чтобы туда добраться детям, например, с Хлебозаводской, да даже с Московской, нужно пройти несколько улиц, у вас в том числе и магистральную улицу. Ну, там пройти не так просто. И они переполнены. Все школы в центре, они, конечно, переполнены. Но вот вы же привели пример, что если город ставит задачу найти место для постройки школы в центре, то найти его можно. То есть, первоисточником для определения правил все равно является муниципалитет. То есть, даже вид разрешенного использования все равно определяется в конечном итоге все-таки распоряжением... вернее, утверждается городской думой, но проходит процедура, которую организовывает администрация города Кирова. То есть, если город принимает решение, что здесь не будет жилья, то его здесь не будет. Ну, мы-то с вами говорим о том, что вот сейчас обращаемся снова к тезису Ильи Заливухина, что нужно прежде всего грамотно и активно развивать центр, достраивать его, да, делать систему коммуникации, полностью перекладывать старую инженерную систему и систему уличнодорожного движения. То есть, вот магистральные улицы, по которым мы привыкли двигаться, должны быть дополнены сетью, как он сказал, капиллярной, второстепенных улиц, по которым тоже могут двигаться и пешеходы, и машины. У вас вот этот весь кусок между Герцена, улицей Московской, он вообще никак дорогами, вообще никак не обеспечен. Ну, это один квартал, да, если внутри... Внутри квартального движения нет. Ну, раз это и есть вот тот капилляр, да, то есть, вот это как раз не магистральная улица, это уже второстепенная улица, которая тоже должна развиваться. А следующая уже улица Горького. Согласен, безусловно. А следующая уже улица Горького, получается. Да, да. Перервемся сейчас на полторы минуты, постараемся связаться с Ильей Заливухиным. Он был в нашем городе... Неделю назад. Слава богу, ходил ногами тут вот в центре, на Хлебозаводском не был, но был в центре, в историческом. И у него есть свой взгляд на то, собственно говоря, что еще и с историческим центром можно делать. А дальше мы с вами продолжим обсуждать тезисы, которые Илья Заливухиным на урбанистическом форуме в Кире на прошлой неделе предлагал. Продолжается программа «Урбан». Мы сегодня беседуем с девелоперами. Сейчас в студии Дмитрий Сергеев, генеральный директор строительной фирмы «Маяковская», депутат Законодательного собрания Кировской области Владимир Сметанин и Светлана Занько. И, как мы и обещали, мы связались с Ильей Заливухиным, генеральным директором «Яуза-проект», вице-президентом Союза московских архитекторов, членом правления Союза архитекторов России. Илья, добрый день. Добрый день. Добрый день. Да, добрый день. Очень приятно вас слышать. Ровно неделю назад вы были в Кирове и успели увидеть кусочек центра нашего исторического. Ну и мы сегодня в программе разбираем ваш тезис о том, что прежде всего городам российским, таким как наш город Киров, необходимо развивать центр, потому что очень много территорий, которые не освоены, необходимо вкладываться в инфраструктуру и не бояться, в том числе и точечной застройки. Ну, прежде всего, что вы увидели в Кирове, когда побывали, вот в историческом центре? Я знаю, что по улице Ленина-то точно выходили. Ну, вы знаете, я приехал на вокзал и видел не только центр города, но и довольно большую ее часть, поэтому надо сказать, что видно, что город очень крепкий на самом деле. У него хорошая сетка улиц, у него есть культурная, у города Кирова, есть культурное наследие, есть прекрасные здания, целые ансамбли, и все это нужно, конечно же, развивать, в этом надо жить. И город 21 века – это действительно город 19-го. То есть там нужно вернуться к тому, как развивались города до 1918 года, до 1917 года, то есть 100 лет назад. То есть каждый строил на своем участке в городе то, что ему нужно для жилья. Это были гостиницы, доходные дома, лавки на первых этажах, люди там же жили. Вот эту застройку я называю точечной, то есть застройку собственником участка в центре города. А власти города, город должен делать транспортную, социальную, инженерную инфраструктуру, опять же, там, где живут люди, то есть в городской черте. Да. Вы тезис такой выдвинули на своем выступлении, который вызвал достаточно бурную дискуссию. Собственно, мы его сегодня тоже и обсуждаем. Вы говорите о том, что пригород может быть только малоэтажный, а многоэтажное жилье должно строиться только в городе. На протяжении последних нескольких десятков даже лет, наоборот, боролись активисты за то, чтобы многоэтажки из центра убрать, зачистить, наложить как можно больше ограничений, борясь с точечной застройкой, и в результате по окраинам города возникли многоэтажные микрорайоны. Вот чем оправдан ваш тезис, что город в центре должен включать в себя многоэтажное строительство? Вы знаете, все верно, за что боролись активисты. Это все очень действительно правильно, потому что та точечная застройка, которая велась у нас, не знаю, 5-15 лет назад, это просто беспредел, когда у вас во дворе земля, которая принадлежала к городу и не была никаким образом размежевана, по аукциону или еще как-то выкупалась и строилась многоэтажный дом. Сейчас мы говорим о том, что нужно в первую очередь сделать понятные правила застройки, сделать регламент развития центра города. И по этому регламенту жители, сами владельцы участка смогут брать какие-то небольшие кредиты, объединяться в комьюнити те самые. И никто во дворе не сможет уже воткнуть. Они сами должны развивать свой участок, причем не обязательно многоэтажный. Основной тезис в том, что квартиры должны располагаться только в городе, а в пригороде должны располагаться индивидуальные частные дома. Потому что квартира в пригороде, это ужасно. Вы выходите и оказываетесь просто не в городе, а в поле, даже если кусочек среды сделан. А в городе вы можете иметь свою квартиру. Вы выходите, попадаете в центральный парк или на центральную улицу, вам даже не нужна машина, потому что вы можете передвигаться на общественном транспорте или даже ходить пешком. Плотность застройки... Поэтому другая точечная застройка. Вот какая, значит, смотрите, плотность застройки в историческом центре и чуть дальше за его границей, в Кирове. Какие возможности вы увидели сами, своими глазами? Ну, смотрите, я увидел даже, когда мы были, где проводилось мероприятие... Детский космический центр. Да. И вот рядом из окна было видно один из объектов явно исторической застройки, уже абсолютно разрушавшийся. Двор, который видно из окна, полупустой, неиспользуемый. То есть вот это все двух-, трех-, четырех-, пятиэтажной застройкой на самом деле можно было бы реанимировать. То есть уплотняя, приводить это все в порядок. Никто не говорит про 25-этажные башни в центре города, потому что экономика этого, ну, как бы не выдержит. То есть это не нужно. Можно строить там в новой части, там, где 70-е, 80-е годы, говорить об этом. Но тоже нужно сначала подумать, где это можно делать. А уплотнение существующего города – это тот подход, который, ну, используется всеми городами в мире. И это понятно. То есть не должны быть неиспользуемых территорий, которые просто брошены и кому-то принадлежат. Илья, я хотел поблагодарить, да, за ваш ответ на предыдущий, получается, вопрос, потому что я хотел высказать свое мнение, потому что в вашем выступлении некоторые фразы мне показались достаточно размытыми. Давайте доведем до ума то, что у нас уже есть. Ну, давайте доведем распыление сил и средств. Ну, безусловно, просто вот скажите, пожалуйста, еще конкретно, а кто должен стать локомотивом вот этого процесса? Кто должен конкретно на себя это все взять? Как систему этого устраивает? Смотрите, ну, конечно, и город должен взять на себя и быть локомотивом этого процесса, потому что сначала нужно все-таки сделать программу, понятную программу комплексного развития всего города. То есть из этой программы, которая будет включать в том числе экологический каркас, транспортный, социальный, инженерный, была просчитана, должна быть просчитана экономика всего, должны выйти понятные правила ПЗЗ, да, правила застройки, землепользования и застройки конкретных участков в городе. То есть собственники должны понимать, что да, мы можем сделать здесь вот это. Нам никто не будет там, не знаю, запрещать. А город одновременно с этим, имея генплан с просчитанной экономикой, будет делать транспорт, инженерию, социальную инфраструктуру. Вот это разделение очень важно. Но и инициатором, локомотивом, конечно, должен быть администрация города, которая вместе с представителями общественности, бизнеса, который есть в городе, и с привлечением специалистов разработает эту программу. Потому что без этой программы комплексной все будет точечно. Действительно. То есть точечного не должно быть подхода, точечного не должно быть. Нужно быть комплексный подход, а дальше каждый конкретный участок по своим правилам сможет развиваться. Вот для того, чтобы привлечь к этому внимание, я называю это точечным. Чтобы прекратить эту застройку в полях многоэтажным жильем. Ну, я получил ответ на вопрос. Илья, история еще раз про исторические центры города Кирова. Мы когда с вами по улице Ленина немного прошлись, вы прямо показывали, что вот эти старые двухэтажные и одноэтажные здания вполне могли бы вырасти в трех-, четырех- и пятиэтажные здания, выравнивая линии фарватера, вы говорили, и можно применять технологии, которые не только не испортили бы исторический облик, но его поддержали, при этом насыщая город жизнью, поскольку появилось бы больше и квартир, и больше бы каких-то объектов бизнеса и социальных объектов. О каких технологиях вы говорили? О каком виде, о каких формах вы говорили? Какие идеи возникли? Вы знаете, Киров окружен прекрасным лесом, насколько я знаю. Есть очень много производства именно клееной древесины. Сейчас это очень модная экологическая тема, и именно вот эта надстройка, уплотнение города своих участков, надстройка два, три, четыре этажа, возможно, и с применением конструкции из клееной древесины. Это, во-первых, допустит определенные процессы, создает рабочие места в Кирове. Это будет очень красиво с точки зрения архиологичного, современного с точки зрения архитектуры. И это может быть такой фишкой, как бы Кирова. Мы такого опыта ни в каких городах России пока не видели, а на Западе это мощнейший тренд, тренд даже не последних лет, а десятилетий. На самом деле, да, потому что вот сейчас в Стокгольме я видел такой проект. До 30 этажей, кстати, делают из клееной древесины. Но нам это, предположим, сейчас не нужно, нам бы освоить 5-7. В Канаде очень много используется таких конструкций. То есть там, где есть дерево, где есть лес, развивается это производство. И, соответственно, не просто дерево отправляется на переработку куда-то, или просто даже делаются конструкции для Москвы, или еще докуда-то на Запад. А применяется там же, где этот лес растет, где производство сделано. Вот. И это дешевле в итоге выходит, и технологичнее, экологичнее. И привлекает просто внимание. Я таким бы проектам отдавал приоритеты. Таким бы проектам в городе, которые используют конструкции с клееной древесиной. Илья, еще один вопрос у меня. Я понимаю, что мы больше сегодня на центре города сосредоточились, но все-таки ваш прогноз экспертный хотелось бы услышать. Поинтересоваться за жителей тех многочисленных новых микрорайонов. Понастроили выше в поле. А с ними-то что будет? В принципе, они такие обречены будут жить без всевозможных объектов, социальной инфраструктуры? Ну да, новые квадратные метры, свежее жилье. Но, блин, ничего нет вокруг. И снова приходится ездить в центр города. Что с ними-то дальше? Вот смотрите, абсолютно правильный вопрос. Обязательно при комплексном планировании города, при разработке комплексной программы властям города нужно предусмотреть уже сейчас в эти районы социальное обеспечение, транспортное обеспечение, общественное пространство. То есть уже мы построили достаточно много как бы таких многоэтажных пригородов. Конечно, никто сносить их не будет. Но нужно минимизировать строительство новых, потому что вот те районы, которые уже построили, нужно обеспечить сначала, опять же, как и центр города, все необходимые инфраструктуры. Потому что действительно, ну, пора этот процесс как-то переосмыслить. То есть придется эти новые микрорайоны наполнить жизнью, практически сделать какими-то удаленными центрами. Спасибо, Илья. Мы благодарим вас. Илья Заливухин, генеральный директор ЯУЗа Проект, вице-президент Союза Московских архитекторов, член правления Союза архитекторов России. Илья открывал как раз сессию на Кировском урбанистическом форуме. Мы продолжим изучать тезисы Заливухина и обсуждать эти тезисы с нашими девелоперами, лидерами строительного рынка. Дмитрий Сергеев, генеральный директор строительной фирмы Маяковской, остается с нами. Мы продолжим после 12. Субтитры создавал DimaTorzok